Старые люди говорили, что никогда не было так плохо на нашей земле, как в смутное время. Прервался рот грозного царя. Страшный голод поразил всю державу. Умирали землепашцы, мещали войны дворяне. Волком друг на друга смотрели бояре. И каждый проклинал нового царя Бориса. Легко поверила вся земля самозванцу Гришке Отрепьеву, что царевичем Дмитрием себя назвал. И хоть недолго Гришка процарствовал, да с его прихода вся земля в междоусобицу погрузилась. Не стало покоя никому. Кому верить и за кого воевать, каждый решал сам. Наводнили русскую землю ляхи и казаки-грабители. Трясся в Москве от страха новый царь Василий Шуйский. Стояли под Москвой войска очередных бунтовщиков. Одна была надежда у державы. От Новгорода к Москве шел славный воин, князь Михаил Скопин-Шуйский. И бежали от его полков ляхи и бунтовщики. Да недолго его звезда светила. Отравили князя на перу из-за зависти царя Василия. А без Скопина разбил нас в пух и прах гетман Жолкевский, что смоленскую землю забирать пришел. Приуныли бояре, царя Василия свергли, а польского королевича Владислава на царство призвали. И стали на Москве, во Кремле над боярами пановать ляхи. Но не все государство московское им покорилось. То тут, то там подымались ополчения, чтобы иноземцев из страны изгнать. Но кто кого переборет, не было ясно тогда. В суровую зиму седьмого года смуты через метель пробивался человек, которому предстояло спасению нашего царства изрядно помочь. Но только об этом никто еще не знал. Ну и метель! Не видно ни черта! Как бы в этом поле не замерзнуть, Юрий Дмитриевич! Тут двор постоял и был неподалеку. Люди добрые! На помощь! Слышишь? С кем-то беда приключилась. Грех мимо пройти. Алексей! Подожди меня здесь, я сейчас. Утварьи вонючие! Высерки подголодные! На помощь! Темно, хоть глаз выколи. Помогите! Люди добрые! Люди добрые! Казацкая сбруя. Как в эту глушь занесло вольного казака? Утварь вонючая! Высерки подголодные! Кобыла еще теплая. Ее владелец должен быть где-то неподалеку. На помощь! Иди ж ва шумаковку по самые уши! На помощь! Утварьи вонючие! Высерки подголодные! Помогите! Помогите! Утварьи вонючие! Высерки подголодные! Помогите! Помогите! На помощь! Люди добрые! Иди ж ва шумаковку по самые уши! Утварьи вонючие! Кого здесь черты носят? Утварьи вонючие! Иди ж ва шумаковку по самые уши! Ну чего столбом стоишь? Помогать давай! Ушавки облезли! Все, думал, зажрут меня! Спасибо тебе! Ну что, живой? Повезло тебе, что дерево подходящее нашлось! Живой, живой! Корох у меня отсырел! Без тебя не отбился бы! Ну раз живой, так уж назовись! Я Кирша, вольный казак и сам себе господин! А теперь и ты назови себя! Я Юрий, из бояр Милославских! Спасибо тебе, боярин! Не забуду я тебя! Ладно, теперь жилье бы найти! А то так замерзнуть недолго! Здесь двор постоял недалеко! Там и помощь найдем! И согреемся! Раз уж там вместе дорога лежит, скажи, боярин, за кого стоишь? За кого? За Бога и за царя истинного! Много сейчас царей! В Москве королевича польского ждут! И мой приемный отец, боярин Кручина, на том стоит! А значит, и я с ним! А зачем нам ляжский королевич? Державе нужен сильный царь! Чтоб никто мутить воду не смел! Ну, с этим не поспоришь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я всегда рад. Остановись, Кирша, спляшем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуй, батюшка Юрий Дмитриевич Заждались мы тебя Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну да ладно. Руки твои сами за тебя все говорят. Продолжение следует... 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 Ну, будем здоровы. Студеные. А ну, стой! Куда Зайцев потащил? Так это, мне сказал, сходи, говорит, в подвал. Там справа в клете Зайцы висят, что вчера заполивали. Выбери, говорит, который пожирнее будет. И неси. Это кто тебе приказал? Ну, этот, в шапке, горластый. А чего ж ты двух тащишь, если сказали одного принести? А я чего? Они ж все худые-то, не нагуляли жирок. Не знаешь, кого и выбрать. Вот, взял двух, пускай сам выбирает, а второго потом обратно снесу. Врешь, скотина! Небось, второго украсть задумал? И в мыслях такого не было. Христом Богом клянусь. Я же это, а он Заяц. Да сам вижу, что не баран. Вчера на охоте, да в подвал снесли. А мне куда? Эту шкуру снять надо, разделать, сготовить. А глаза чего бегают? На меня смотри. Боярин, смилуйся, не виноватый я. Если не ты, то кто тогда еду ворует? Знаешь? Да откуда ж мне знать? Врешь, точно врешь. Глазенки-то еще быстрее забегали. А ну, говори, что знаешь. Да я чего? Увидел, раз конюх наш, Митрофан, в клете рылся. Я ему тычу, а он маслом не надо бно, сбрую смазать. И что? Так в этой клете масло отродясь не держали. Одну только муку. Я ему про то, а он зырк мне в ответ. Не твоего, говорит, ума забота. Мол, я и муку к делу пристрою. Ну, смотри мне. А кажется, что соврал, из-под земли достану. А пока ступай. И зайцев своих не забудь. КОНЕЦ Ну, в чем еще испытать меня хочешь? Чеканом помашем? Ятаганом турецким? Или лук и стрелы прикажешь подать? Ха, вроде и вырос ты, а все ребячишься. Ты боярин, а не молокосос какой. Пора уже не только саблей махать. Да и молодняку больше знать и уметь надо бы. Например? Ты вот шумишь много. А иной раз нужно ужом проскользнуть. Тише воды ниже травы. К врагу в лагерь. Лазутчиком. Такое мне по силам. Сомневаюсь, что сумеешь. Спорим, смогу. Испытай. А чего тут дурить? Как ночь настанет? Прокрадись во двор? Да послушай, о чем холопы боярские говорят. После мне доложишь. Всего-то. А ты думал, я тебя сразу на Туречину пошлю? К султану турецкому под кровать? С холопами сначала справься. Ну да. Спасибо. Продолжение следует... ...будешь метрофан, конем здешний? Ну, я буду. А ты, значит, боярин Юрий Дмитриевич? Не бережешь ты жеребчика своего, боярин. С чего ты взял? А с того боярин, что на боках у него отшпор шрамы, а спина, смотри, седлом натерта. Что пришпоривал, было. Нужда в том имелась великая. Оседлал его слуга мой, Алексей. С него и спрошу. Мой тебе совет, боярин. Побереги коня. Дай ему отдыху хоть пару дней. Он тебе не раз еще за добро службой верной отплатит. Ты мне моим конем зубы не заговаривай. Я по-другому делу пришел. Сознавайся, ты еду из боярского подвала таскаешь. А хоть бы и я. Да как это хоть бы? Боярин тебя на двор взял, коней доверил. Ты его хлеб ешь. Сам же говорил мне про службу верную. Все ты верно и складно говоришь, боярин. Нам двор не в еде отказу нет. Не до отвала кормят, но с голодухи ноги не протягиваем. А вот сестре моей, понимаешь, совсем худо. Мужик ее зимой от горячки-то помер. Одна с пятью детенками осталась. Один другого меньше. А сестра твоя тут при чем? Так я что, снег не для себя таскал? Для детей ее. А не врешь? Чтоб мне с места с этого не сойти, боярин, если вру. Сам ни крошки чужой в рот не брал. Ну и что с тобой делать? Смелуйся, боярин. Я в подвал больше не полезу. Самую голодную пору перетянули. А дальше уж как-нибудь перебьемся. Что скажешь, Юрий Дмитриевич? Удалось тебе вора найти? Нашел. Конюх, метрофан это был. Вот террас. Вот уж на кого бы в жизни не подумал. Парень скромный и добрый, лошадей любит страсть. Бывало, кто в конюшне захворает, ночами не спит, выхаживает. Тут и оно, что добрый. Он еду не себе таскал, а сестре с детьми малыми. Вот оно как. Да уж, что ж делать-то? А это уж тебе решать. Я вора нашел, как просил. Дальше уж сам. Ты дворовыми делами ведать поставлен. А ну как боярину знали-то? Тимофею Федоровичу курей с гусями считать некогда. Он про князей да королей думает. Вот и я думаю. Ни к чему боярин обеспокоить мелочами всякими. От важных дум отвлекать. Мы тут сами как-нибудь. Ладно, Прохор. Мало у меня времени. Тимофей Федорович уже заждался. Мало у меня времени. Мало у меня времени. Прохор. Прохор. Продолжение следует... 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 Сказывают, что видали. Ночью всплывёт посередь за пруды. Вроде как бревно, а глядь, рыба. Кто о чём, а эти о рыбалке? Вы помяните моё слово, братцы. Быть беде. Да что б ты заладил, беда, беда. Знаешь, как баба на сносях, спасу нету. Говорят, что боярин наш ляхом продался. И веру продал. А нам за иноземцев воевать скоро придётся. Тише, тише. Ты дурак такое говорить. Григорий узнает, плетью отходит так, что неделю лежать будешь. Говорю же, сам видел. Ляхи по дороге через лес ехали. Все оружие по сторонам так и зыркают. И чё с того? С ляхами боярин дела ведёт. Это его голова. А твоё дело помалкивать. Будешь много рот разевать, шепнёт то боярину про это. Будешь бит на конюшне. Разумел, то-то же. Григорий Холопов за такие сплетни накажет. Только в чём их вина? Исполнил я твоё задание. Ни одна живая душа меня не видела. А точно исполнил? Может, проспал всю ночь? Вот и не видел тебя никто. И прокрался. И разговоры холопов боярских подслушал. Даже так? И про что же они между собой говорили? Те, что первые на встречу попались, про баб толковали. Ха, ну тут не ошибёшься. Если два мужика сойдутся, непременно баб помянут. Другие про рыбалку. Один всё хвалился, что поймал щуку огромную. И это дело привычное. Про рыбалку и охоту чего только не расскажет. Вот и я помнится. Матёрого кабана. Ладно, в другой раз расскажу. Что ещё слышал? А ещё два холопа глупости обсуждали. Это кто? И какие? Те, что в конце двора стояли, говорили, что Кручина теперь слуга польский и от веры православной отступил. Повернулся же языком в лицов. Вот оно значит как. Я с этими умниками потолкую. Будут знать, как про хозяина ложь наглою говорить. Теперь веришь мне? Верю, верю. Только смотри, не загордись. Мимо лентяев этих ты прошёл, а вот настоящих сторожей просто так не обойдёшь. Надо бы с домашними поговорить, новости узнать. Верю, верю. Верю, верю. Верю. Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают